Торговля становится тише. Торговля становится тише. Появятся ли в России торгцентры-призраки? 3. Газета «Коммерсант» номер 235 от 20 декабря 2019 года, СТР. 10. На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха. Отголоски начавшегося в США несколько лет назад резкого спада интереса к крупным торговым центрам, который может привести к закрытию четверти действующих объектов, начали ощущаться и в России. Девелоперы, пытаясь удержать трафик, заполняют торгцентры развлекательными зонами, под которые издавать помещения не всегда выгодно. К 2023 году торговля может вовсе исчезнуть из 100 объектов общей площадью 1,2 миллиона КВ. М. Мода на строительство крупных торгцентров сходит на нет. Уже на 2020 год не заявлен ввод ни одного объекта больше 100 тысяч. КВ. М. Свидетельствуют данные магазина магазинов. Самым заметным открытием должен стать запланированный в Москве город Косино площадью 89,3 тысячи. КВ. М. Средний размер сдаваемого в Москве объекта составит 9,3 тысячи. КВ. М. Это более чем в полтора раза ниже показателя 2019 года, 15,45 тысячи. КВ. М. А в сравнении с 2015 годом площадь среднего объекта снизилась в 4 раза. Ведущий аналитик магазина магазинов Ярославна Шилова объясняет, что спрос постепенно локализуется и востребованность небольших объектов сейчас выше как среди арендаторов, так и среди потребителей. КВ. Модель торгового центра, работающая последние лет 50, действительно устаревает, согласно директор Департамента торговой недвижимости. Найт Франк. Евгения Хакбердиева. Фокус инвесторов смещается в сторону все еще достаточно свободного рынка небольших локальных объектов. США прокладывают путь. Резкое охлаждение интереса аудитории к крупным торг-центрам началось не в России. Гендиректор Фэшн Консалтинг Групп. Анна Лепсак-Клейманс называет тренд глобальным на Западе. О нем заговорили еще несколько лет назад. В США, по расчетам CoreSite Research, за последние 4 года объем торговых площадей вырос только на 0,4%. К 2022 году, прогнозирует Credit Suisse, должны закрыться 25% объектов. Это обусловлено резким падением трафика из-за постепенного перехода покупателей в онлайн. По оценкам Retail Next, в США посещаемость офлайн-магазинов упала за этот год на 11,4%. Бум интернет-ретейла тем временем продолжается. По данным Министерства торговли США, в 2018 году оборот онлайн-ретейла вырос на 300%, в то время как розничная торговля упала почти на 50% с 2000 года. Этот тренд хорошо прочувствовали ретейлеры. По прогнозам CoreSite Research, в 2019 году розничные сети США, включая одежные марки Gap и Jimbrey, закроют в общей сложности 9,2 тысячи магазинов. Это более чем вдвое превышает число открытий и примерно на 60% число закрытых точек годом ранее – 5,8 тысячи объектов. Замодиректора Института градостроительного и системного проектирования Дмитрий Гриднев уверен, что Россию с точки зрения заполняемости торг-центрами корректно сравнивать как раз с США. Именно оттуда в 1990-х годах и пришла в Москву моды на молы. Ситуация в Европе другая. Большинство крупных городов в силу исторически сложившихся обстоятельств и менталитета предпочли сохранить рынки из 3-3-тейл, а не концентрировать торговые площади в одном здании, объясняет он. Россия подхватила тенденцию. В России кризис торг-центров начинает развиваться по аналогичному сценарию. Анна Лепсак-Клейманс поясняет, что общий объем локального рынка одежды, обуви и аксессуаров по итогам 2018 года остался без изменений к 2017 году. В то же время прирост российского рынка по итогам 2018 года превысил 20%. Тренд сохранился и в этом году. По расчетам В первом полугодии в денежном выражении объем рынка интернет-торговли достиг 725 миллиардов рублей, увеличившись на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Трафик торг-центров при этом показывает неутешительную динамику. По расчетам Показатель В Москве Количество посетителей на 1000 кв. М торговой площади В 2019 году оказался на 17% ниже уровня 2013 года. В магазинах одежды и обуви падение в этом году оценивается в 18% по сравнению с 2016 годом. Гендиректор Бордрайдерс Руссия Развивает Квиксилва Нокси Биллабол ДС Денис Томашевский говорит, что снижение трафика ощущается во многих торг-центрах. Спрос перетекает в онлайн, и мы учитываем этот тренд при планировании 2020 года, отмечает он. Гендиректор Фамилия Константин Надеждин предполагает, что если не произойдет существенных изменений в экономике, то число торговых точек в Фэшн Розница и в целом может снизиться на 5-7%. В среднесрочной перспективе до 15% объема Фэшн Рынка могут занять онлайн-каналы, полагает он. Хоронить пока рано. Но господин Надеждин уверен, что хоронить традиционную розницу пока не стоит, сети все равно будут открывать магазины как своеобразные шаурумы, где покупатель сможет вживую увидеть и потрогать товар. При этом, продолжает он, с развитием омниканальности продаж риск потерь для Фэшн Операторов снижается, большой разницы, купили их товар в офлайне или онлайн, для участников рынка нет. Сдаваться продавцы одежды и обуви в любом случае пока не готовы. И за рубежом, и в России прослеживается тренд к появлению нестандартных не только технологических, но и эмоциональных концепций в офлайне, рассказывает госпожа Лепса Клейманс. В качестве примера эксперт приводит Аверлани, который открыл в Нью-Йорке иммерсивный магазин-сад. На входе гости разуваются и босиком гуляют по бутику-саду, где в непривычной для магазина обстановке размещены стеллажи с обувью всех размеров. Площадка В сотрудничестве с Запустили магазин 5 С вендинговыми машинами для одежды, автоматами для пинбола и дизайнерскими коллаборациями. Денис Томашевский тоже активно пытается разнообразить досуг клиентов. Мы регулярно используем площадки магазинов для мероприятий различных форматов лекций с топ-спортсменами, автограф-сессий с мировыми звездами экстремальных видов спорта, проводим паблик-толки, устраиваем бесплатные занятия йогой, перечисляет он. Господин Томашевский уверен, что эти активности приводят в магазины целевую аудиторию. В погоне за эмоциями. Управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский Мы хотим стать центром решения бытовых проблем. Такое решение позволяет девелоперам генерировать дополнительный трафик. Руководитель Департамента торговой недвижимости Кушман Амперсант Оксана Мастяева рассказывает, что в среднем развлекательная составляющая помогает увеличить посещаемость на 15-20%. По ее словам, кинотеатры помогают увеличить поток посетителей на 8-12% для небольших объектов и на 27% для крупных. Развлекательные центры для детей и подростков приносят дополнительные 20% к посещаемости торг-центров большого формата. Для небольших проектов этот процент может доходить до 35%. Фитнес-центры могут нарастить поток на 3%. Анна Лепсак-Клейманс объясняет, что торг-центры и ретейлеры сейчас стараются организовать для покупателей Lifestyle Shopping Experience Который недоступен онлайн и возможен только за пределами монитора. Операционный директор Малтеч Кирилл Степанов соглашается, что ряд крупных торг-центров активно пересматривают свою стратегию, делая акцент на эмоциональной составляющей, внедрении и развитии программ лояльности, индивидуальном подходе к покупателям на основании аналитики. Big Data Дополнительный трафик традиционно дорого стоит девелоперам. По расчетам представителя ТРЦ Ривьера Максима Лысенкова, привлечение нового посетителя обходится в среднем в три раза дороже, чем повторный визит человека, который объект уже посещал. Жертвы неизбежны. Но выбранная стратегия не всегда оказывается выгодной для девелоперов. Госпожа Жилкина называет развлекательные центры самыми низкодоходными арендаторами. Это подтверждают данные. Night Frank По расчетам аналитиков, средняя стоимость аренды помещений для развлекательных зон 4-8 тысяч. Рубль За 1 кВ М в год, они также платят 10-14% от оборота. Ставки для небольших операторов торговой галереи, 5300 кВ М базируется в диапазоне от 8 тысяч до 120 тысяч. Рубль За 1 кВ М плюс 10-14% от оборота. Это же правило действует для магазинов-дескаунтеров, которым пока удается сохранять лояльность аудитории. Эта ситуация не уникальна для России. Управляющий партнер Ванчугов и партнеры управляют ТЦ «Видное парк» в Подмосковье. Алексей Ванчугов рассказывает, что в США сегодня многие владельцы торгцентров сдают площади по отрицательным ставкам, например, доплачивают кинотеатрам, чтобы те открылись у них. Но пока не все торгцентры готовы это признать. Максим Лосеньков указывает, что доходность от сдачи в аренду площадей операторам определенных развлекательных концепций может не отличаться от предоставления их классическим ретейлерам. В то же время проблема лишних торгцентров в России пока стоит не так остро, как в США. Руководитель отдела торговых помещений CPRE Марина Малахатько объясняет, что за рубежом проблема сформировалась во многом из-за переизбытка построенной недвижимости. На одну тысячу жителей в США приходится 1,5 тысячи кВ. М против 293 кВ. М в среднем по России 500 кВ. М в Москве. Но эксперт уверен, и в России жертвы неизбежны, прежде всего в городах с высокой конкуренцией объектов. Но о массовых похоронах торгцентров в нашей стране говорит не придется есть время подготовиться, объясняет госпожа Малахатько. Господин Ванчугов тоже склоняется к тому, что российские девелоперы вовремя остановились. Если девелоперы не продолжат возводить крупные объекты, заброшенных объектов будет немного. И речь скорее пойдет о необходимости заполнять пустые помещения экзотическими форматами, например складами индивидуального хранения и музеями. Хотя пока закрытие торгцентров в России единичные случаи, количество прецедентов постепенно будет расти, прогнозирует глава инфолинии аналитики Михаил Бурмистров. Он ждет, что до 2023 года в городах-миллионниках полностью закрыть или существенно сократить торговую составляющую могут около 100 торгцентров общей площадью 1,2 миллиона КВ. М. Александра Мерцелова, Анатолий Костырев, Никита Щуреньков. Самое важное в канале Коммерсант на Яндекс. М. Александра Мерцелова, Анатолий Костырев, Никита Щуреньков.